Салют, друзья, микрофономестерк, я и продолжается наша история в криминальной России на 15-м сервере Радмир РП. И в прошлый раз, как вы помните, я купил здесь потрясающую новенькую квартиру. Ну, не совсем потрясающую, будем говорить честно, но, тем не менее, новенькую квартиру. Но с покупкой этой квартиры также случился интересный и не очень приятный момент. Я собирался сделать сюрприз своей жене, но вместо неё ко мне пришла моя соседка тётя Люба, якобы на новоселье. И в результате всё это обернулось тем, что когда пришла жена, она подумала, что я ей изменяю. Теперь я в очень странном положении, меня уволили с работы, меня бросила жена и ушла, куда глаза глядят. Я не знаю, что мне делать, но вы посоветовали мне в комментариях, конечно же, в первую очередь отыскать мою жену. Но проблема возникает ещё кое-какого плана. Уже несколько дней у моего подъезда трутся очень странные люди в чёрной одежде и с большими бородами. Возможно, я параноик, но мне кажется, что эти люди за мной наблюдают. Да, и выглядят они очень подозрительно. Пожалуйста, смотрите, они теперь идут за мной. Но не подозрительно ли это? Ладно, не будем обращать на них внимания. Здесь райончик такой особенный. Бухающие школьники, бухающие алкаши, бухающие полицейские даже. Главное, чтобы никто мне не мешал. Пусть занимаются все своими делами, я никого не буду трогать и другие не буду трогать. Ё-моё. Ну вы посмотрите, ещё один человек в чёрной одежде. Выглядит всё это крайне подозрительно. И что-то они направляются за мной. Мне не нравится такой расклад. Давайте, пожалуй, постараемся... Ой, что тут происходит? Вроде уже пять человек в чёрной одежде и с бородами. И все они почему-то идут за мной. Чёрт, ну я не могу всё это спихнуть на паранойю. Но не может такой паранойи быть, что за мной бегут столько, извините меня, батюшек. Откровенно говоря, каких-то дедов. Ещё один. Да что ты будешь делать? Откуда вы все берётесь? Так, тут рядом есть метрополитен. Я предлагаю сейчас быстренько спуститься в метрополитен. Надеюсь, там они меня не будут догонять. Это я как кабай, я как будто бы попал в фильм ужасов. Но вы поглядите на это. Ещё появились! Да вы откуда берётесь? Чёрт побери, это какой-то зомби-апокалипсис. Быстрее в метро забегаю. Боже мой, я не знаю, что это такое было. Но в метро они за мной пока что не пошли. Давайте постараемся уехать подальше от моего дома. Но что-то мне кажется, что возвращаться обратно в мой дом уже не очень хорошая идея. Да и вообще, если меня преследует такое большое количество людей, я думаю, мне нужно обратиться в полицию. И попытаться выяснить, что от меня хотят. Однако я забыл о самом главном. Я забыл пригласить тебя играть, конечно же, на 15-м сервере RadmirRPS. Ссылка на скачивание лаунчера будет ждать тебя в описании. Просто установи его и заходи играть. В регистрации не забудь указать мой ник RomanK. И тогда ты сможешь мне помочь. Я получу от тебя неплохую сумму денег. А ты можешь взамен получить неплохую сумму денег, если введёшь мой промокод MRK. Ну а если ты хочешь участвовать в интересных историях именно вместе со мной и попасть в видео, то заходи в мой дискорд и подавай заявку на роль в нашей семье. Ладно, я предлагаю в таком случае сейчас проехаться хотя бы одну станцию в метрополитене, раз эти мужики меня потеряли и сюда не заходят. А потом уже думать, как действовать дальше. Вариантов у меня остаётся только два. Либо идти в полицию, либо уезжать за город. Оставаться в моём доме уже, к сожалению, нельзя. Я не знаю, откуда они взялись и что они от меня хотят. Возможно, это какие-то бывшие зэки. Или какая-то важная шишка из тюрьмы, которому я насолил, нанял головорезов, которые хотят от меня избавиться. Сколько же проблем у меня после выхода из тюрьмы появляется. Так, окажется, прибывает поезд. У меня появилась на самом деле идея, куда можно поехать. Я предлагаю ехать на вокзал. Если мы сейчас с вами отправимся на вокзал, то сможем сесть на первый попавшийся поезд и уехать как можно дальше за город. Подождём, пока всё уляжется. Выясним, какая там происходит ситуация. И будем думать, что делать дальше. Так, уважаемый, двери открывайте. Двери. Ёпара, что за фигня? Вы откуда вылезли, уважаемый? Двери открой, ё-моё. Открой двери. Чёрт побери, они до сюда добрались, ладно. На поезде метро мы не поедем. Мало того, что он двери не открывает, так ещё и... Все эти священники внезапно прорвались вовнутрь. Давайте попытаемся отсюда убежать. Можно, конечно, убежать по туннелю метрополитена, но я не хочу, чтобы меня передавил поезд, поэтому будем двигаться по улице. Чёрт, ну теперь очевидным вариантом становится сразу отправляться в полицейский участок. Благо, на самом деле, он здесь за угом. Надо было сразу туда отправляться. Но эти попы меня так испугали. Кстати говоря, из метро они что-то не выходят. Надеюсь, они сели каким-то образом на поезд и просто-напросто уехали. Возможно, это было всего лишь совпадение. И, возможно, они так же просто собирались вместе со мной куда-то поехать на метро. И я всё это себе нагоняю. Опять же, у меня в голове паранойя или какая-нибудь шизофрения. Может быть, этих людей вообще не существует. И они у меня лишь в голове. Но в полицейский участок я в любом случае сейчас хочу сходить. Лишним это не будет. Ё-моё. Да вы издеваетесь. Это что такое? Как они сюда попали? Или это уже новые люди? Они же были только что в метрополитене. Они не могли сюда попасть быстрее, чем я. Слушайте, мне кажется, у меня с головой реально что-то не то. Мне нужно не в полицейский участок идти, а всех в больницу, судя по всему. Давайте аккуратненько их оббежим. Надеюсь, они меня не увидят и проберёмся ко входу. Хотя ничего у меня не получилось. Они меня заметили и опять начали двигаться за мной. Ё-моё. Давайте быстрее вовнутрь. Полицейские только уж точно мне должны помочь. Потому что это реально преследование очень странных людей. Судя по всему, вообще какой-то секты. Извините, товарищ. Как вас там по званию? Неважно. Слушайте, вы мне должны помочь. Просто моментально сейчас должны помочь. Меня на улице преследуют какие-то очень странные люди. Какая-то секта, судя по всему. Здравствуйте. Вы несете бред. Такого не может быть. В смысле я бред несу? Они прямо у входа в полицейский участок. Они буквально его окружили. Я не понимаю, как вы не заметили их. Давайте посмотрим. Давайте. Только вы первые идите. Потому что они меня внушают очень серьёзный страх. И где? В смысле где? А куда они все испарились? Они же только что здесь были. Товарищ, ну они только что здесь стояли. Вот прямо у входа. Они спрятались, наверное, где-то по кустам. Я не знаю. Но не могут же они у меня чисто в голове находиться. Но это же бред какой-то. Я что, реально после расставания с женой шизофреником стал? Слушайте, товарищ. Они точно были здесь. Я вас уверяю. За важную информацию вы можете получить КПЗ. Какое КПЗ, товарищ? Они стояли здесь. Я, в общем, ладно. Извините, что потревожил. Всё, я пойду. У меня уже в КПЗ собирается сажать. Да вы что, издеваетесь что ли? Обратился в полицию. Надо точно бежать в психбольницу и проверять свою голову, мне кажется. А не в полицию было бежать. Если в полиции мне не помогли, то точно нужно валить из города. Мужик, ты не занят? Сможешь мне сейчас помочь быстренько? Мне нужно очень быстро уехать сейчас из города. Можешь меня на вокзал отвезти или вообще куда-нибудь за город? Любые деньги тебе заплачу. Слушай, давай быстренько. Я тебе любые деньги отдам. Ты посмотри. Ты видишь сзади этих людей? Они хотят меня убить. Я не знаю, что от меня хотят закопать. Хорошо. 50 тысяч, так 50 тысяч. Всё, поехали. Давай, быстро прыгай в машину. Времени нет. Просто газ в пол и сваливай отсюда. Куда? Да куда? Глаза глядят просто. Газуй отсюда. Тут только не по встречке. Менты еще тебя тормознут. Не нужны мне такие проблемы. Капец. Я так сильно сейчас сру в штаны. Вы бы представляли. Я не знаю, это паранойя или что? Слушай, мужик, вот скажи мне, пожалуйста. Я не знаю, у меня паранойя или шизофрения. Ты видел этих людей в черной одежде, которые меня только что преследовали? Да нет, Врони. Они же толпой шли прямо к нашей машине. Видимо, тебе показалось. Слушайте, мне не нравится. Возможно, у меня действительно проблемы с головой. Но я на всякий случай все-таки перестрахуюсь. Чем дальше я уеду из Арзамаса, тем будет лучше. Слушайте, возможно, у меня опять паранойя, но за нами какой-то гелик черный пристроился. Выглядит это не очень. Слушай, мужик, давай побыстрее как-нибудь езжай за нами. У меня, возможно, опять паранойя, но кажется, две машины за нами пристроились. Ей-богу. Я тебе больше денег заплачу. Чем быстрее ты меня увезешь из города, тем будет лучше. Да что ж сегодня за день такой? Я не могу понять. Сначала в городе меня преследовали какие-то люди в черных халатах с бородами. Теперь за нами едут уже три машины. Вы что, издеваетесь, что ли? Откуда они берутся? Да откуда вы беретесь? Уже пять-шесть машин за нами едет. Слушай, вот это мне уже точно нравится. Ну машины-то ты точно видишь? Боже мой, ввози меня из города. Я тебе сто тысяч заплачу. У меня как раз есть двести тысяч на балансе. Я тебе все деньги отдам. Ну блин, посылаешь ты их, наверное, зря. Все-таки они могут разозлиться. На таких-то серьезных машинах подрезает он еще их. Слушайте. Ой, господи. Какая авария там произошла? Боже мой. Да что вы хотите от нас? Ё-моё. Подрезают нас в нагло и пытаются остановить. Таксист вообще безбашенный. Вы поглядите, что он творит? Он уже вторую аварию на дороге устроил. Мне страшно с ним ехать. Черт, да не угробь меня, пожалуйста. Я еще не хочу на тот свет отправляться. Боже мой. Чуть ли не в дерево. Какая авария? Все, я выхожу. Черт, да что вам нужно от меня? Ё-моё. Они теперь еще и с хавашами на меня сюда набросились. Мужики, что вам нужно? Я не понимаю вас. Вы скажите прямо, что вам нужно. Значит так. Слушай, меня сюда. Я внимательно слушаю. Все, что вы хотите, говорите. Я не знаю, что вам от меня нужно. Вас кто-то из тюряги прислал, правильно? Сейчас едешь с нами в церковь. И дальше я тебе все расскажу. А в церковь-то зачем? Вы что, богохульничаете-то, а? Либо прощаешься с жизнью. Ладно, хорошо. В церковь так в церковь. Без вопросов. Что они задумали? Эти чертовы попы. Ну и куда мне садиться? Давайте в этот гелик сядем аккуратненько. Слушайте, во многих передрягах я побывать успел. Но что бы за мной охотились? Какие-то священники с хавашами на гелендвагенах и уэндкрузерах? Такое у меня, честно говоря, впервые. И сейчас они меня везут зачем-то в церковь. Мне уже даже интересно, что меня там ожидает. Мне почему-то кажется, что я перешел дорогу какой-то самой опасной банде, самой опасной группировке во всей криминальной России. Вы представьте, какая мощь может быть у священников. Никто даже не заподозрит их в каких-либо грехах, потому что обычно они искупают эти грехи. Вдобавок, как вы знаете, люди приносят в церковь кучу денег, на которые они могут позволить себе покупать подобные машины и оружие. Это подпольная мафия священников. Но что я им сделал, я без понятия. Сейчас постараемся это выяснить. Мне никогда не было так страшно в моей жизни еще. Приехали реально в церковь. И буквально приехали на кладбище. На косточке похороненных когда-то людей. Тут нас ждет отец Кирилл. И что мы здесь сделаем? Ты изменил своей жене. Слушайте, вы что-то перепутали. Во-первых, кто вам вообще сказал, что я изменил своей жене? Там ничего такого не было. Только не говорите, что вам Бог это сказал. Никогда в жизни в это не поверю. Именно. Господи, у меня точно какая-то шизофрения в голове. Со мной общаются священники и говорят, что Бог им сказал, что я изменил своей жене. Ты можешь обмануть нас, но его ты не обманешь. Хорошо, батюшка, как скажете. Если нужно искупить свои грехи, возможно, я действительно грешен. Сначала тебе нужно пожертвовать 1 миллион рублей. Очень издевайтесь. Первое, что мне нужно сделать, это пожертвовать 1 миллион рублей церкви, что ли? И поработать на отца Кирилла. Это просто какой-то ужас. Батюшка, откуда я возьму 1 миллион рублей, чтобы пожертвовать вашу церковь? Вы вообще уверены, что Богу интересны деньги? Ну, Богу, может быть, и нет. А нам бы не повешал 1 миллион. Все понятно, в общем, с этими священниками. Похитили меня и теперь держат в заложниках, требуют 1 миллион рублей. И что будет, если я не смогу выполнить эти условия? Лучше не знаю. Ладно, хорошо, батюшка, я вас понял. 1 миллион рублей поработать на отца Кирилла. Я все сделаю, чтобы искупить свои грехи. Постараюсь вас не разочаровать и ваш храм. Черт, друзья, во что же я вляпался? История разворачивается все стремительнее и стремительнее. Я не знаю, куда пропала моя жена и как эти священники в действительности узнали то, что я ей изменил. Возможно, она вообще замешана как-то в этих делах. Время покажет, сейчас же им нужно искать 1 миллион рублей и возникает вопрос, где мне его найти и как заработать. Хочу услышать ваши предложения в комментариях. Также ставьте свой лайк и помогайте мне с развитием на 15 сервере Радмир РП. Заходите играть, подписывайтесь. У микрофона был Мистер Кей. Всем хорошего настроения, удачи и увидимся.